На днях меня посетила одна прекрасная мысль. Я думаю, что в МТА этого еще никто не делал. И сейчас я двигаюсь в одно место для того, чтобы выставить три машины. Ну а для чего я буду это делать, узнаем чуть позже. Дарова-дарова, дорогие друзья, всем веселого настроения, с вами Олежа Веселов. Не забываем вводить мой промокод весел, который даст вам бонус 800 тысяч за 20 отыгранных часов. А также лично от меня вы получите небольшой презент, если я буду в хорошем настроении. Машины уже выставлены, и вместо Кадиллака я хотел взять Лексус, но он у меня стоит на аукционе. Но да ладно, это мелочи жизни. Итак, на каждой машине есть по номеру. То есть по три цифры на каждой машине. То есть вот 561, 333 и 588. То есть я буду задавать людям некоторые вопросы. И это будет что-то вроде шоу-интуиция. То есть человек должен будет отгадать на трех машинах цифры. То есть если он отгадал со всех трех машин, допустим, две цифры всего лишь, это 200 тысяч. То есть одна цифра это 100 тысяч. То есть если человек не угадал ни одной цифры, он все равно получит 100 тысяч как утешительный приз. То есть это как бы беспроигрышная лотерея. И эту лотерею я, скорее всего, буду задавать новичкам, потому что им денюжки все-таки нужнее. Я написал двум людям, хотят ли они поиграть в интуицию. И один человек уже оффлайн, другой согласился. И также я написал, что суть такая, что у меня есть три машины. У них есть номера, естественно, цифры. И задача человека отгадать как можно больше цифр. Типа одна угаданная цифра это 100 косарей. То есть все правила я ему разъяснил. Пример указал, как и он выбирает 777-016-842. Итак, единица у нас уже есть, это 100 косарей. Значит, нуля у нас нету, семерок нету, шестерка одна есть. Это уже 200 косарей и у нас есть 842, но у нас только единственная восьмерка. И он, получается, выиграл три угаданные цифры. Капа у нас угадал 300 тысяч, мы ему переводим, естественно, 300 тысяч. И на этом мы заканчиваем и ищем другого человека для проверки на шоу Интуиция. И, кстати, потом ведь можно сделать что-то, ну такое, не знаю, придумать. Не только номера, вот, цифр, а, допустим, на каких-нибудь баннерах. То есть, вот, в ЛС, по-моему, всякие есть баннеры, там, возможно, номера есть, еще что-то. И вот, любые цифры. А вон, даже баннер есть, и вот что тут есть, цифры нету. А, по-моему, здесь цифр нет, но и так, и на этих тоже нет. Ну, допустим, слово какое-нибудь даже угадать. То есть, все, что связано с Интуицией, можно попробовать. Я думаю, такого еще никто не делал, и это довольно интересно. Да-да-да-дан, да-да-дан, да-да-дан, у нас есть ответ. Это 4, 4, 1, 4, 19 и 7, 7, 7, 9. Так, пожалуй, остановимся, а то мало ли в воду сейчас улетим. Итак, сверяем, значит, четверок у нас не было. Единица, единица одна есть. Так, две единицы у нас, к сожалению, нет. Так, девятки у нас нету и 7, 7, 9. И получается, что человек угадал только одну цифру. У нас уже есть даже два ответа. И давайте начнем, наверное, с этого. Это три шестерки. Так, одна шестерка у нас есть. Есть две восьмерки, но нет семерок. Итак, это три цифры. Так, угадал цифры. Угадал. То есть, это 300 косарей. Так, 300 выиграл. Так, дальше смотрим. Это у нас 1, 3 есть. А дальше, а смотрите-ка, человек просто умный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть, это однерка, тройка, пятерка, шестерка и восьмерка. Прикольно получается. Все-таки человек, вот опиум. Опиум, да. Человек просто опиум. Он пять цифр угадал. То есть, однерка первая, потом тройка это вторая. И 5, 6 это уже плюс две цифры и восьмерка. Однако, иногда люди задают такие интересные вопросы. Я не могу. То есть, ну, могу писать. Но откуда я знаю, можешь ты писать или нет. Ладно, шутки шутками. Так, это у нас 463, 206, 791. Итак, четверки нет. Шестерка у нас есть. Тройка у нас есть. Это уже две отгаданные цифры. Так, 2, 0, 6. То есть, второй шестерки у нас нету. Тут ничего не отгаданного. И 7, 9, 1. И всего получается две отгаданные цифры. Две цифры отгадал. Приз 200к. То есть, в принципе, знаете, все-таки, я думал, что, однако, люди будут как-то больше угадывать. То есть, 3-4 цифры. То есть, я спрошу 10 человек, и многие из них там, ну, в среднем 3-4 цифры угадают. Но на самом деле, почему-то, кто 1, кто 2 угадывает, кто 3 угадывает. А есть тот, кто угадал 5. Но он, конечно, поступил хитро. Он умно поступил, скорее всего. Что-то я немного запутался. То есть, вот человек, человек меня спросил цифры, и я немного запутался. И хорошо, что он это сделал. Потому что я бы посчитал, что он всего 2 цифры угадал. А он-то угадал на самом деле 3. То есть, это 6,3. То есть, есть 6,3. Это уже есть. И есть однерка. Ох, какой прыжочек получился. Классный. То есть, в принципе, такая идея сама по себе хорошая. Но, как лично человек ее подаст, это будет ли интересно кому-то. То есть, если вам, конечно, это интересно, вы можете и... Просто, может быть, я даже и не профессионал подачи материала, контента, так сказать. Но, по крайней мере, я стараюсь что-то делать. И это довольно-таки забавные идеи у меня получаются иногда. Итак, Венглби у нас отвечает, что 3 семерки, 0,10 и 197. То есть, однерка уже есть одна. Так, девятки нет, семерки у нас нет. То есть, тут 1,9 и 0,7. То есть, получается, он выиграл всего одну цифру, получается. Так, все точно надо проверить. Это было немного не так, потому что, ну, 4 семерки написать и 2 нолика. Ну, 2 нолика, ладно, может быть такое. Но 4 семерки, это шансы, конечно, уменьшает, я так думаю. Вот так же человек тут 2 семерки написал, девятку, что ничего нет. Только, получается, однерка, тройка и пятерка есть. То есть, 3 цифры угадал. То есть, получается, что у нас несколько человек угадало по 3 цифры. И, получается, это частое число, которое угадывают люди. То есть, 3 цифры, цифры угадал. Так, ну, пускай это будет 5. Так, какие бы цифры сделать? Пускай будет это 5, 3, 1, 8, 7, 7. И вообще можно поступить по-умному. Это сделать 2, 4, 6. Ой, блин, точно, есть же еще цифры 0. Цифра 0 есть. Как же я мог про нее забыть? Я бы обязательно написал. То есть, я мог бы чисто в теории угадать 3 цифры. Но из-за того, что я просто забыл про нули, я, увы, ну ладно, в принципе, тоже 2 цифры отгадал. Неплохо. Оказывается, все-таки не так-то все просто. И на этой прекрасной ноте мы и заканчиваем. Ну, а если вы хотите посмотреть предыдущую серию по поиску машин, то тыкайте на появившееся видео.